Всем привет, друзья! Очень рада, что вы заглянули ко мне в гости. И, как вы поняли по заставке, по названию видео, мы будем говорить о пустых баночках. В таких видео, если вдруг кто-то не в курсе, я высказываю окончательное мнение о тех или иных продуктах. Будь это косметика, либо бытовая химия, то, что у меня закончилось. И буду уже выносить вердикт, понравился мне товар, нет, буду я покупать еще или нет. Давайте по порядку, в принципе, как вот лежит, так и будем брать. Первое, что это у меня упаковка от гидрогелевой маски для лица от производителя Фитокосметик серия Народные рецепты. Эта маска продавалась в фикс-прайсе, да и, в принципе, сейчас можно ее найти в продаже. И состояла она из двух частей маски, то есть разрезанных вот так пополам, как видите на картинке, на самой маска цельная. На самом деле состояла из двух частей. Маска очень такая, знаете, плотненькая. Она как будто выполнена из силикона. И когда наносишь на лицо, чувствуется определенная тяжесть. Поэтому маску лучше делать в лежачем положении. Что мне не понравилось у этой маски? Очень неудобные прорези глаз. Они не соответствуют лично для моих глаз. И топорщица вот этой части на носике. Она не прилегает. Но по своему функционалу мне масочка понравилась. Я ее использовала в качестве охлаждающей маски. Хранила в холодильнике. И когда были определенные с утра отеки, то наносила ее на кожу лица. И эффект был заметен. Следующая большая баночка. И это у нас бытовая химия. Вот такой чистящий спрей от производителя Коммет. Я покупала тоже, кажется, его в фикс прайсе. Надо будет обратить внимание. Потому что что-то мне не попадалось больше. Мне этот спрей понравился как для чистки унитаза, так и для ванной комнаты. И удобно, что он в формате спрея. То есть он не стекает. Наносится тонким рономерным слоем. И за счет этого поверхность очищения становится больше. Средство мне понравилось. Вот только нужно вспомнить, где я покупала. И ввести средство в разряд постоянных вот таких покупок бытовой химии. Так, следующее, что попалось. Не знаю, почему оставила спрей для горла от Гексарал. Ну, в принципе, обычный спрей. Лечились. Но, как всегда, Соня брызгала. Так, еще покупала в аптеке вот такой спрей тоже от горла. Называется «Звездочка Лора». Стоил в районе 200 рублей. Знаете, не особо мне понравился. Эффекта я не заметила. И, тем более, слишком большой расход закончился буквально у меня за три дня. Я думала, хватит на дольше. Кстати, помните, в каком-то из логов, где я показывала аптечку, которую постоянно собираю в дорогу, я вам показывала такой гриб Феррон. Да, капельки в носик постоянно. Мы ими пользуемся. И большое спасибо, что поделились своим опытом использования гриб Феррона. Что вам тоже понравилось. И да, кстати, хранит ее всегда в холодильнике. Только если не едем куда-нибудь, то есть пока доезжаем, он, естественно, хранится не в холодильнике. А сейчас начала принимать витамин Д3. Ну, Соне даю постоянно с рождения витамин Д3. Но еще врач посоветовал принимать и самой. Потому что дефицит есть. И, естественно, что может сказываться на эмоциональном фоне, на настроении. И вот заметил, когда витамин Д3 принимаю, чуть становлюсь поспокойнее. И чувство тревожности уходит. И еще, что закончилось и нужно будет докупить. Это тоже у меня вот такая маленькая баночка, пустышка, переходит в разряд постоянных покупок. Это специальные капельки, смесь эфирных масел для, скажем так, ингаляции. То есть не ингаляции, когда мы дышим над паром, над отваром. А просто вот эти маслянистые капельки наносятся ребенку на грудку. И за счет того, что идут испарения, ребенок дышит. И получается, что определенная защита иммунитета есть. Мне нравится. Беру постоянно и в садик, особенно вот в такие переходные моменты. Постоянно Соне наношу на грудку. Вот средство нравится. Никакой аллергической реакции у нас не вызывало. Так, что еще? Ну, две вот таких коробочки. Помните, как-то в одном из видеообзоров покупок с Валберес я вам показывала, что покупала вот такие сыворотки от компании Бьюти Фуд. Это были ампульные сыворотки. Тут было по пять вот таких стандартных ампул. Пробовала наносить их просто на коже эффект. Мне не понравился. Было чувство липкости. А так как выкидывать не хотелось, я придумала чуть другой способ их использования. Я на основе этих сывороток разводила Уптан. Уптан это у нас порошкообразная маска. Вот эту именно я покупала в Фикс Прайсе. Производитель Синдо Уптан для лица с функцией мотирования и очищения. Ну, в принципе, легкое очищение было. И вот я добавляла вот эти сыворотки в Уптан. И то есть, получается, два продукта работали вместе. И сыворотки добила, и Уптан тоже добила. Потому что долго у меня эта баночка стояла. Но вот сейчас пришла к выводу, что нужно постепенно пересматривать, что с просроченными сроками годности выкидывать. А что еще терпит, то нужно использовать, чтобы это без дела не валялось. Далее закончился у меня вот такой шампунь для роста волос. Специальный шампунь-производитель Банька Агафьи. Покупала его в Магнит Косметик. Стоила что-то в районе 40 рублей. Там была акция на некоторые вот такие маленькие упаковочки. Ну, помыла, использовала. Волосы расти не стали. По крайней мере, я ничего такого, естественно, не заметила. За неделю использования ничего не изменится, не вырастет. Но мне особо не понравился этот шампунь по промываемости. Было очень тяжело промыть волосы, поэтому точно покупать не буду. Далее. Ну, дезодорант чистая линия тоже как-то покупала в фикс-прайсе в формате стика. Нормальный обычный дезодорант. Белых пятен не оставлял. Единственное, что сейчас заметила, что многие дезодоранты значительно в разы подорожали. И стоят уже 250, некоторые 300 рублей. Поэтому, да, никуда от этого не уйдешь. Приходится мириться с тем, что есть. Далее. Вот такая пенка для очищения полости рта. Производитель Vitex. Это у нас белорусский производитель. Я покупала эту пенку для Sony. Ну, и, в принципе, для себя в качестве походного варианта. Это легкая пеночка, которую ты наносишь на полость рта. Чуть-чуть подержал, там пополоскал. И потом выплевываешь. То есть, это экспресс-средство для очищения полости рта. Да, очень удобно брать с собой в поездку. Удобно брать, например, перед походом к стоматологу. Особенно, когда после садика сразу бежишь к стоматологу. Нет возможности по-нормальному почистить зубной щеткой с пастой. Вот эта пенка вручает. Мне понравился такой формат. Не было никаких неприятных вкусовых ощущений. И покупала я эту пенку в обычной аптеке у нас в городе. Далее. Туалетная вода. Это парфюмированная вода. City Sexy. Тоже покупала в Magnet Cosmetic. До сих пор продается. Стоит там вообще копейки 100 рублей с чем-то. В принципе, приятный, легкий, нежный аромат. Летом иногда пользовалась. Но все-таки больше использовала в качестве ароматизатора для дома. Наносила там на диванные подушки. Где-то на шторы. И вот приятный аромат стоял. И вот для этих целей мне нравится. Периодически использовать именно дешевую воду. Не так накладно, не так затратно. Но пахнет ароматой приятный. Далее. Вот такая коробочка. Это бомбочка для ванны от производителя My Passion. Если помните, она была такого ярко-красивого розового цвета. Если не забуду, ссылочку прикреплю на тот влог, где я показывала распаковку этой косметики. Если, как всегда, забуду, можете меня ругать в комментариях. Пишите. Я ссылочку уже добавлю в комментариях. Потому что бывает иногда при загрузке видео, некоторые моменты именно по прикреплению ссылок, к сожалению, забываю. Бомбочка мне понравилась. Она была как будто плиткой шоколада. Такая толстенькая. И мне понравилось, что ее можно ломать на кусочки, тем самым дозировать и растягивать бомбочку на несколько применений. Классная вещь. На Валберес есть этот производитель. Вообще, у них очень интересная косметика. Еще соль до ванны у меня в использовании. Баттер и мерцающий скраб. Косметика мне понравилась. Молочко, гель-пенка для умывания от Фаберлик мне понравилась. Действительно хорошо снимает остатки макияжа. Слегка матирует кожу и придает чувство легкости. Вот эта вещь понравилась. Так, и еще одна пустышка от Фаберлик. Это вот такой спрей для волос с морской солью. Но я думаю, вы могли слышать, что летом особенно были популярны укладки волос в таком морском стиле. То есть, морская волна они еще назывались. Когда наносишь солевой спрей, чуть вот так пожамка волосы. И они вроде бы как чуть-чуть волнистые. И в принципе, соль должна фиксировать эти прядочки. То есть, прядь должна становиться более такой жесткой. Пробовала, пробовала комбинировать с другими укладывающими средствами. Например, наплойку. Потом сбрызгивать вот этим это спреем, чтобы оно как-то фиксировалось. Но не совсем мне понравилось. Не особо мои волосы держат какие-либо укладки. Поэтому такой формат я уже точно покупать не буду. Закончился у меня сменный баллончик для автоматического освежителя воздуха. Именно этот я покупала в Светофоре. 68 рублей, если я не изменяю. Если я не путаюсь и правильно помню, стоит. В принципе, приятный обычный морской аромат. Ничего особенного. Расход по сравнению с Glade. Вот такими дорогими марками, конечно, побольше. То есть, быстрее заканчивается. Но зато стоит подешевле. Но хотя если сравнивать, может оно на то и выйдет. Так, баночка с куркумой. Это у меня куркума. Бады, которые я заказывала на Валберис. Были 50 капсул. То есть, удобно принимать. В принципе, куркума очень полезна для именно иммунитета. В холодное время года сейчас нужно делать различные чаи, компоты, отвары с куркумой. Очень полезно. У меня куркумы в сыпучем виде очень много. Но мне не нравится, когда ее завариваешь. Все-таки она имеет свойство. Окрашивать посуду. Будь то заварочный чайник. Либо же, например, эта чашка. И потом вот этот желтый цвет выводить очень-очень тяжело. А тут удобно, что были обычные капсулы. Ты выпил как таблетку. И все прекрасно. Надеюсь, что положительный эффект на организм был. Если еще на Валберисцу увижу, то, возможно, еще закажу. Потому что, ну, как бы, возлагаю надежду на всякие вот такие полезные вещества. И самая большая баночка. Это мицеллярная вода. Производитель я самая покупала. Еще, наверное, весной магнит косметик. Тоже стоила очень-очень дешево. Попала на распродажу. Естественно, цену не помню. Но помню, что прям дешево-дешево-дешево. Самая дешевая вода в таком объеме была тут 600 мл на 320 применений. Действительно, ее хватило на очень-очень большое количество применений. Мне понравилось. Если будет еще по скидочке продаваться, обязательно себе приобрету. Ну что, друзья. Вот такие были у меня пустышечки сегодня. Надеюсь, что это видео было для вас полезным. Если это так, поддерживайте видео пальчиком вверх. Ну, а если есть чем дополнить, то, пожалуйста, напишите в комментариях. Очень интересно будет знать ваше мнение и ваш опыт использования тех или иных продуктов. Спасибо. Спасибо. Спасибо.